МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственно-частное партнерство становится новым драйвером евразийского сотрудничества. Морской мост между Гонконгом, Джухаем и Макао отметил свой день рождения. В Ростове-на-Дону энтузиасты борются за сохранение местной породы лошадей. Как привлечь инвестиции, зачем раскрывать потенциал проекта и что нужно знать для выстраивания правильных бизнес-отношений? На эти и другие вопросы ответили участники конференции, посвященной практике российских компаний в государственно-частном партнерстве. Участников встречи поприветствовал генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Мы сделали серьезную работу по расчетам национальных валют. создали расчетный генеральный центр, установили отношения со всеми национальными банками и биржами наших стран акционеров, это шесть и пятерка, там вне связи с предстоящей страны. И поставили задачу чуть-чуть шире, такие валютные шаги делать с другими странами, те, которые у них достаточно крупных товаров, а в России. Главной темой заседания стало обсуждение выстраивания взаимоотношений между представителями социально значимых проектов и инвесторов. В рамках конференции участники обсудили и проблему информирования о деятельности в сфере государственно-частного взаимодействия. Телеканал «Большая Азия» выступил основным партнером в освещении столь значимого события. Вопросы, связанные с информированием, они стоят достаточно актуальны, поскольку, как правило, проект, который реализуется, особенно инфраструктурный, затрагивает интересы не одного региона, а целого ряда регионов, поэтому он не имеет своего рода административных границ. И в реализации, помимо бизнес-структур, причем подчас именно пула бизнес-структур, участвует как федеральный бюджет, так и региональный бюджет. Поэтому это вопрос всеобщей договоренности, закрепления этих прав и обязанностей юридически, и дальше вопрос идет об исполнении. Отдельно на конференции поднималась актуальная на сегодня тема возможности форм партнерства и концессионных соглашений при реализации национальных проектов. Это значит, что услуги будут оказываться на взаимовыгодных условиях, как для инвесторов, так и для представителей проекта. В рамках мероприятия состоялась масштабная презентация, посвященная прокладке железных дорог в тех регионах, которые остро нуждаются в новых транспортных развязках. Проект является, пожалуй, одним из немногих проработанных до степени предпроекта. Я сегодня вам могу сказать, сколько будет количества шпал и рельсов уложено по этой железной дороге. Я вам могу сказать, сколько будет мостовых переходов, водопропускных труб, какие будут радиусы поворота, какие будут станции, сколько людей будет работать на каждой станции. То есть мы это все рассчитали. Мы рассчитали финансовую модель, какие будут затраты у инвесторов. В рамках конференции были подписаны соглашения между Ассамблеей народов Евразии и Российским Домом Международного научно-технического сотрудничества. Также Российский Дом заключил соглашение о взаимном сотрудничестве с Евразийским Банком Развития. Валерия Шурко, Павел Чуков, Константин Матвеев. Новости Большой Азии. Прошел год после открытия в октябре 2018 года путепровода Гонконг-Джухай-Макао, самого длинного на планете моста, пересекающего дельту жемчужной реки и залив. За истекшие 12 месяцев этим инженерным сооружением воспользовались более 24 миллионов пассажиров. В среднем за сутки по мосту проезжают около 180 тысяч человек или свыше 4 тысяч автомобилей. Также по путепроводу было перевезено более 200 тысяч тонн грузов стоимостью порядка 8 миллиардов долларов. Общая транспортная сеть пунктов назначения регулярно обменивающихся товарами и пассажирскими потоками посредством этого сооружения включает в себя порядка 150 пунктов, расположенных в 26 провинциях Поднебесной. Мост был полностью сдан в эксплуатацию и введен в строй 23 октября 2018 года. Его общая длина составляет порядка 55 километров, причем помимо движения по дорожному полотну, находящемуся на опорах, путепровод использует также подводный туннель, начало которого расположено на искусственно намытом острове. Это первый инфраструктурный проект такого масштаба, созданный совместными усилиями провинции Гуандун, а также Гонконгом и Макао. Общее экономическое освоение пространства, прилегающего к путепроводу, ведется по принципу «одна страна, две системы». Имеются в виду некоторые особенности экономической модели и местного самоуправления, отличающие континентальный Китай от Макао и Гонконга. В Ростовской области на юге России Надежда Скрипкина и ее супруг создали конный клуб, в котором пытаются поддержать исчезающую породу дончаков. Когда-то эти лошади были основным средством передвижения для казаков, защищающих неспокойное порубежье. Сейчас, согласно Всероссийскому научно-исследовательскому институту племенного дела, в мире осталось не более 150 особей коней этого вида, то есть дончаки находятся под угрозой полного исчезновения. Надежда Скрипкина попыталась привлечь внимание общественности Ростова-на-Дону. Она организует познавательные экскурсии на конюшне для взрослых и молодежи. Рассказывает об истории создания породы, тесно переплетенной с судьбой казачьего края. Одной из креативных инициатив супругов-энтузиастов стало предложение, адресованное местным художникам, расписать стены конюшен фресками, посвященными нашим непарно-копытным друзьям, верным спутникам человека. Мне очень нравится донская порода. Я бы хотела в будущем связать свою жизнь с этой породой лошадей. Я бы хотела завести свою лошадь. На призыв защитников лошадей откликнулись многие. Донская порода известна своей выносливостью и неприхотливостью. Сейчас супруги Скрипкины хотят создать на основе клуба центр приема туристов для популяризации конного спорта. Всего у них 15 лошадей местной породы.